Болезнь все разрушила. Варлей рассказала об ужасной зависимости. Актриса Наталья Варлей стала гостей программы «Судьба человека» телеканала «Россия-1». Звезда советского кино рассказала о неудавшейся личной жизни. Наталья Варлей начинала как артистка цирка. На выступлении ее заметил именитый режиссер Эльдор Рязанов. «Метро» дал актрисе роль, которая перевернула ее жизнь, принесла известность и любовь зрителей. В молодости у Натальи было много поклонников. Ее считали одной из самых красивых актрис СССР. Однако личная жизнь Варлей складывалась не совсем удачно. Она вышла замуж достаточно рано, в 20 лет. Первым мужем звезды стал режиссер Николай Бурляев. Близкие отговаривали Наталью от вступления в брак, но она никого не слушала. Однако в скором времени супруги решили развестись. «Это была моя первая любовь. Я в него сразу влюбилась». «Да, мы расстались, но просто потому, что были слишком молоды», — рассказал Варлей. Вторым ее супругом стал Владимир Тихонов, с которым она училась в театральном училище. Варлей в одночасье стала невесткой легендарных актеров Нолны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Но и этому браку было суждено распаться. Владимир злоупотреблял уголем и наркотиками. Мужчина не признавал зависимости и не хотел тучиться. Наталья подарила Тихону у сына Василия, но это не отвратило его от покупного страсти. Володя пошел по стопам родителей, хотя Нолна считала, что не зря, не видела в нем актера. Ему в этом плане было очень тяжело. Такие знаменитые родители, постоянно дое давление. У нас с Володей была любовь, семья, сын, но его болезнь все разрушила. Даже после развода мы общались. Очень жаль его, — говорил Наталья. Несмотря на расставание, Варлей поддерживала Тихонова. Было рядом трудные минуты. Он начал осознавать, что происходит лишь последние годы жизни. Вася почти не общался с отцом, вспоминает звезда светского кино. После у Натальи завязался роман с неким мужчиной. У актрисы появился еще один сын Александра. Варлей долго не называла имени отца мальчика. Мы жили в разных городах и не были настроены на то, чтобы стать семьей. Рождение сына нас не сблизило, но я все равно ему благодарна. Саша своего папу не знает, но я не буду против, если они все же познакомятся. Главное, что у Саши все хорошо. Он состоялся в жизни, сообщила Актура. В кино она попала из-под купола цирка. После окончания циркового училища, но уже в 19, после грандиозного успеха в кавказской пленнице, Наталья Варлей стала кинозведой союзного масштаба. Ходили слухи, что ее пригласили сниматься в этой легендарной ленте по протекции Юрия Рякулина, который тоже работал в цирке. Однако Варлей это опровергает, она сама прошла пробу, никто ей в этом не помогал. А далее ей еще и утверждали на разных уровнях. Просто так пригласить в кино было нельзя, вспоминает артистка. Только после кинодебюта, оказавшись успешным, она поступила в Щукинское училище, чтобы получить профессиональное образование. Потом будет в ее жизни и еще один вуз – Литературный институт имени Горького. И поэзия, хорошая поэзия. Разносторонние, красивые, успешные. Она смогла себя реализовать, себя во всех сферах творчества, в котором возникло пристрастие. Женская судьба ее также была бурной. Первым мужем стал актер Николай Бурляев, которого Наталья влюбилась после фильма «Иваново детство». Однако прожили они вместе всего год и расстались, потому что были молоды и еще не умели выстраивать жизнь, говорит Варли. Затем был брак с однокурсником Владимира Тихоновым, сыном прославленных актером Нон Фордюковой и Вячеслава Тихонова. Поженились они в 1971 году. У них родился сын Василий, однако и этот брак распался из-за пристрастия Владимира к наркотикам. Победить его он так и не смог и умер молодым. А на втором курсе литературного института Варлей родила второго сына. Правда, имя его отца Наталья держит в тайне. Говорит только, что они жили в разных городах, не собирались создавать семью, и к нему она испытывает только благородность. А потом в ее жизни появился человек, который, как говорит Наталья, был послан ей Богом. Она любила его безумно, но он поставил ее в судьбе. Но он поставил ее перед самым сложным выбором в ее судьбе. Продолжение следует...